Денис Солдатов Денис Солдатов С нашей стороны на Украине какая-то часть, это как бы знают все, а с украинской стороны на нашей территории какая-то часть. Вот скажите, как вы считаете, с вашей точки зрения, исходя из того, что вы знаете, сколько вообще военнопленных украинских на нашей территории находится? Ну, если следовать из наших источников, то на нашей территории украинских военнопленных находится порядка 20 тысяч человек, а на украинской территории наших военнопленных около двух тысяч человек. Около двух тысяч, потому что называют разные цифры, говорят 200 человек, 300, 400, то есть, если говорить серьезно, около двух тысяч наших солдатиков находятся... Возможно, находятся на территории Украины, а около 20 тысяч, возможно, находятся на территории Российской Федерации. Опять-таки, я хочу отметить, что цифры, конечно, все очень приблизительные, но на наш взгляд, исходя из тех источников, которые мы обладаем из той информации, цифры более-менее правдивые. Так, у меня, Денис, вопрос к вам очень простой. Когда идут военные действия, понятно, Женевская конвенция. Когда нет военных действий, а есть специальная военная операция, то есть, войны нет как таковой, они в каком статусе пребывают? Наши военнопленные там и украинские солдаты на нашей территории, они кто? С юридической точки зрения. С юридической точки зрения вопрос, конечно, вы задали очень непростой. Скажем так, Женевская конвенция, на мой взгляд, все равно распространяется здесь на всех военнопленных. Другой вопрос, что, например, соблюдается ли она сторонами конфликта. На мой взгляд, украинская сторона ее не соблюдает, а наша сторона соблюдает частично. То есть, что касается украинской стороны, они не дают никакой информации о наличии наших военнопленных, ее невозможно получить, невозможно достучаться, узнать, что происходит с людьми, какое количество, где кто находится. Ну, вот я, допустим, могу обратиться через нашу передачу к украинским источникам. Если у вас есть желание ответить нам, то, пожалуйста, вы можете написать момент истины. Я готов с вами связаться и пусть, пожалуйста, мы готовы взаимодействовать с украинской стороной, чтобы помогать нашим военнопленным. Потому что, скажем так, наши правозащитники, которые в последнее время в большом количестве уехали на Запад после начала специальной военной операции... Это не странно, эти правозащитники. Да. То есть, как только началось что-то серьезное в стране, они сразу отсюда уехали. Не все готовы оказаться героями 1937 года, скажем так. Но они же правозащитники. Или я что-то не понимаю? Я не хочу, а кто-то уехал еще и раньше, скажем так. У кого-то свои проблемы. Но, опять-таки, я тоже хочу обратиться к тем правозащитникам, которые находятся на Западе. Господа, пожалуйста, уделите внимание нашим военнопленным, которые находятся на территории Украины. Вы здесь занимались всеми проблемами, всеми проблемными осужденными, всеми страшными ситуациями, по вашему мнению, которые возникали на митингах. Ну, уделите внимание свое, оторвите, пожалуйста, ваши, извините, так сказать, попы с ваших хороших диванов. Отложите свои круассаны с кофе. И, может, посетите Украину и помогите нашим военнопленным. Это граждане Российской Федерации вообще-то. А вы очень себя позиционировали раньше такими людьми, которые помогают всем гражданам Российской Федерации. Денис, вопрос такой. Сейчас, вот в нынешней ситуации, на украинской стороне есть реально действующие правозащитники. Вот те, которые реально работают. Я не знаю таких. Вообще ни одного. Я не знаю. На Западе есть таковые. Вот Шарий, например. Шарий, Шарий, или Шарий, я даже не знаю, как сказать. Это человек, который выкладывает какие-то непонятные списки военнопленных, которые оказываются украинцев у нас в плену. Но при этом не могу сказать, что из того, что я вижу из этих списков, он вообще не обладает никакой информацией и не может ее получить. Если раньше, может быть, он как-то, пока не произошли некоторые изменения среди состава субъектов Российской Федерации новых, он может как-то и получал через какие-то источники в ДНР и ЛНР какие-то сведения о том, кто где находится. Но сейчас все его списки, они выглядят просто смешно. Какие-то фамилии. Ну, я могу тоже фамилии написать. Я тоже занимаюсь военнопленными украинскими, которых ищу. Я их нахожу. Но при этом, когда я кого-то нахожу, я всегда говорю, где он находится, в каком регионе и в каком исправительном учреждении он находится. И что с ним. А Шарик публикует просто списки. И вот все, что связано с вот этими военнопленными, ребята, которые находятся на Западе, вот это списочки какие-то. Ну, а где, что, кто? Жив? Ну, да, жив, наверное. А может быть и нет. Ну, это же безответственная позиция, понимаете? Хорошо. Давайте еще у меня очень важный вопрос. Кого можно считать военнопленными? Я почему об этом говорю? Потому что есть такое понятие частной военной компании. И у нас они сейчас присутствуют, и на Западе они есть. Вот эти добровольцы, так называемые, в кавычках, западные, польские, немецкие, прибалтийские, которые воюют на стороне украинских войск. Вот если они попадают в плен, они кто? Давайте начнем с того, что вот это само понятие добровольца, оно сначала, конечно, было. Сейчас силу больших потерь украинской армии, часть, часть украинской, так называемой, армии уже составляют польские и иные военнослужащие, фактически военнослужащие стран НАТО. То есть, ну, кто-то говорит, что там порядка 25-50, но у меня цифра есть, что это порядка 50% ВСУ, фактически. 50% всего нынешнего ВСУ? Да, это уже военнослужащие стран НАТО, это польские и румынские солдаты, это не какие-то там наемники, это регулярные части Польши и Румынии. Так, попадая к нам в плен, они кто? Такие же военно-пленные? Ну, я считаю, что это военные преступники. Так. Ну, потому что это не стороны конфликта. Сейчас давайте мы поймем, что сторонами конфликта являются Украина и Россия. Все иные люди, имеющие гражданство, иное, на мой взгляд, являются военными преступниками. Причем, допустим, если англичан, если эти или американцев, по их же законодательству они тоже являются военными преступниками. Вопрос такой. Наши солдаты военные, которые попадают со стороны ЧВК, которые там могут быть тоже, наверное, не только граждане России, попадая в плен на Украину, на украинскую территорию, они являются кем? К сожалению, для властей Украины все наши военнослужащие, взятые в плен, независимо от гражданства, особенно, более того, с гражданством Российской Федерации, являются военными преступниками. К ним не относятся, как к военнопленным, условия их содержания ужасные, их не кормят, им не оказывают медицинскую помощь, в отличие от военнослужащих Украины, которые находятся на территории Российской Федерации. Военнопленных, точнее говоря, Украины, которые находятся на территории Российской Федерации, им оказывается минимальная медицинская помощь. Они находятся в приемлемых условиях, они обеспечены нормальным питанием, как обычные наши заключенные. Почему? Потому что они находятся в тех же исправительных учреждениях, в которых находятся наши заключенные. Вот хороший момент, мы подошли к нему. Значит, есть это военнопленные, но раньше была определенная ситуация, были в лагеря для военнопленных, концлагеря или какие-то другие лагеря. Вот сейчас эти солдатики украинские, попадая к нам на территорию, они где содержатся? Это что такое? В нескольких российских регионах, в нескольких исправительных учреждениях частично оборудовано определенные помещения, скажем так, где находятся украинские военнопленные. Это, допустим, там в Ростове, в Таганроге, в Волгограде, в Тульской области. Это просто СИЗО получается? Следственный изолятор? Кто-то в СИЗО, кто-то, как Еленовка была в ДНР, в колонии находится. Ну, в зависимости, я так понимаю, какое разгрузили место. Ну, в основном, очень многие в СИЗО. Но я знаю, в Тульской области, например, находятся в колонии. Это первая колония. Ну, колония – это люди, которые получили срок. Да. Они сидят там, ну, допустим, 10 лет, 5 лет, 7, 20, ну, не знаю, сколько. Сколько по суду им причитается, да? Ну, то есть, есть какой-то финал, если это не пожизненное заключение. Мы об этом не говорим сейчас. А здесь, получается, финала нет? То есть, он сидит просто, висит в воздухе. Здесь финала нет, и более того, сотрудники ВСИН не могут дать какой-то членораздельный ответ, есть у них эти военнопленные или их нет, и не могут подтвердить их статус. Как это? Ну, вот так они не знают, просто в каком они статусе находятся. Или, ну, я так понимаю, что сотрудники ВСИН не имеют полномочий для того, чтобы сообщить нам статус этих людей. Подождите, ну, это десятки тысяч людей, ну, тысячи людей, по крайней мере, которые висят в воздухе без всякого статуса. Да. Возможно, у них есть какой-то статус в каких-то нормативных документах, которые находятся под грифом секретно. Почему? Да, между ведомствами. Я не готов ответить на этот вопрос, но мои попытки, когда я находил военнопленных из Украины, я ездил, какие-то исправительные учреждения приезжал, да, я узнавал, что они там есть через свои источники. Но в каком-то кулуарном разговоре мне сотрудники ВСИНа что-то рассказывали, да, но в официальном разговоре под регистратор, там, с начальником колонии мне абсолютно все время говорили нет, у нас их нет, у нас такого нет, пишите официальный запрос, мы пишем запрос, на них никто не отвечает. То есть вот ситуация непонятная. Я как бы тоже обратился бы к нашим властям, поймите, ситуация плохая не только из-за того, что их статус непонятен, а из-за того, что их родственники не могут узнать, что с их родственниками произошло, где они. Они не могут им послать посылки, не могут им послать лекарства, одежду, еду, они не понимают, что с ним, живы они или умерли, или погибли. В чем их обвиняют? Потому что военнопленные украинские, они не только были взяты в плен, некоторые просто пошли и сдались, но они в таких же условиях находятся в этих же исправительных учреждениях. Давайте как-то разгрузим эту ситуацию. Она не должна нагружать наше общество вот этой лишней задачей. Потому что у многих из этих людей, которые являются военнопленными, у них есть родственники в России, которые им готовы помогать, что-то делать для них. Но дайте нам возможность, дайте нам, правозащитникам, возможность узнать, где эти люди находятся, дайте нам возможность оказать помощь их родственникам в том, чтобы связать этих людей. Сделайте возможность, чтобы военнопленные написали хотя бы письма каждому. Я знаю, что кто-то иногда пишет письма, дают. Дайте позвонить, но не держите людей в подвешенном состоянии. Это порядка 20 тысяч человек. Но не надо издеваться. Это огромное количество родственников, которые, если их 20 тысяч человек, то там родственников может быть и 60 тысяч. Зачем вы держите в подвешенном состоянии огромное количество людей? Зачем? Это не нужно ни нашему обществу, это не нужно ни нашей стране. Открытость в этой ситуации, она приведет к гораздо лучшим последствиям для нашей страны. Мы должны быть открыты, в отличие от украинцев, которые во всем закрыты. Мы должны быть открыты и подавать это вот так, как есть. А потом, там же есть граждане, например, Запорожской области, Херсонской области, которые военнопленные. С их статусом вы что-то будете делать? Тоже надо с этим разбираться. И статус их непонятен. Значит, Денис, у меня вопрос очень простой. Вот территории, которые перешли к нам, стали нашими территорией. Та же самая Херсонская, Запорожская область. Эти люди, которые были призваны в украинскую армию и попали к нам в плен, они кто? Ну, насколько я понимаю этот вопрос, территории перешли под контроль Российской Федерации. Так. Подписан указ президента, мы ратифицировали наши структуры. Значит, эти люди могут написать заявление о том, что они хотят, чтобы их приняли в российской гражданстве. Я понимаю, что так. Они, находясь в местах лишения свободы, но возможно, 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 я не совсем понимаю вот эту специфику, и многие не понимают ее. Возможно, они автоматически становятся гражданами Российской Федерации. И тогда чего они делают в лагере? Тогда чего они делают в лагере? Вот у меня тоже такой же вопрос. Значит, их надо судить тогда, если они приступили к закону, разбираться их действия. Ну, опять-таки, они приступили к закону еще, когда эти территории были украинцами. Вот. Это и есть смягчающее обстоятельство. А может быть, кого-то заставили идти там же... Мобилизовали насильно, например. Да. Что делать? Там же на Украине мобилизация, она сумасшедшими темпами идет. Они 60-летних призывают. И получается, это не какая-то пропаганда, да? Это так есть. Там люди прячутся от мобилизации. У меня там есть знакомые, которые убежали там из этой Украины, лишь бы их там куда-то не призвали. Ну, воевать на самом деле никто не хочет. Поэтому я и говорю, что наемников очень много подписано. Денис, вопрос следующий. Вот такие персонажи, как, например, те, которые были арестованы на Азовстале. Ну, я говорю как пример. Азовцы. Азовцы, да, так называемые. Значит, вот их обменивали, сейчас происходил обмен. Как вы считаете, вот эти люди, они в том же статусе, что обыкновенный ВСУшник? Определенная героизация у азовцев определенных символов была, которые связаны с Третьим Рейхом, скажем так. Ну, я к этому очень спокойно отношусь. На Украине всегда с этим какая-то сложность была. Как-то им нравилось героизировать какие-то непонятные свои формирования. Там тоже Галичину, дивизию СС. Ну, опять-таки, мы подходим к тому, что, по большому счету, ну, а чем их, вот, отличие, вот, этих азовцев от обычных ВСУшников? Ну, в чем они отличаются? Зайдем с другой стороны. Давайте. Вот эти люди, которые убили наших солдат под камеру, вот эта вот какая-то там определенная военная структура, которая, значит, это все, она известная, там их то ли раздолбали, то ли не раздолбали, но что-то от них осталось наверняка. Да, ну, это все знают, вот эти кадры жуткие совершенно, да? Их как считать, военными преступниками или все-таки обыкновенными военнопленными, если они попадают к нам на территорию? Они кто? Ну, на мой взгляд, это военные преступники, потому что они расстреливали людей, которые сдались в плен. Это и не только, на мой взгляд, должно быть, это, на взгляд, любой правозащитной организации, это военные преступления. Эти люди должны быть преданы суду и приговорены к максимальному сроку наказания на территории Российской Федерации. Но, насколько я знаю, неформальная, то, как она там, бригада у них называется, ее в России не... Вторая, шесть, что такое? Не могу сейчас сказать, да. Она понесла огромные потери, и в плен из них наши бойцы никого не берут. Причем они знают, где эта бригада, и лупит ее из чего только можно. Так, то есть, пленных там не берут. Какая разница между вот этими азовцами, так называемыми, и людьми, которые сидят за орудиями и просто обстреливают, например, Донецк? Вот сегодня прилетело, погибло несколько человек. Вот между ними какая разница, что азовцы, что эти убивают, эти военнопленных, эти просто... Мы не знаем, что азовцы обстреливали Донецк. У нас таких сведений нет. Я никак не героизирую и не обеляю азовцев, но при этом давайте мы возьмем, что в свое время мы также сказали, что после обстрела Еленовки военнослужащими, ВСУ, артиллеристами, хаммерсами, мы сказали, что ГУЛАГ-Инфо не будет помогать военнопленным украинским, которые являются артиллеристами. Им призвали всех не помогать этим военнопленным. Но насколько я знаю, что артиллеристов в последнее время в плен не берут. То есть живых артиллеристов в плену сейчас, насколько я знаю, в последнее время нет. Так же, как и американских, английских и прочих наемников. Брать их в плен почему-то перестали. Хорошо, Денис, такой вопрос. В вашей работе, для того, чтобы прояснить, ситуация тяжелая, это очевидно совершенно. Что необходимо с юридической точки зрения и с практической точки зрения? Нужна помощь, в первую очередь, не только помощь, точнее, наверное, сказать, понимание государственных структур, что мы не вредим государству, а оказываем помощь. Мы помогаем нашему государству, нашему обществу разрубить какие-то гордевые узлы, которые государство само разрубить не может. Почему? Ну, потому что у государства есть более глобальные задачи. Скажем так, государство, если уйти в тот недалекий опыт, когда был СССР, когда у нас был госплан, он был хорош во многих вещах. Но государство не должно заниматься тем, чтобы считать, сколько булочек должны испечь в определенной кондитерской. И государство не должно заниматься некоторыми вопросами, которые, в принципе, по большому счету, не подходят ему по статусу. Потому что, допустим, в нашем суде что есть? У нас есть защитник, гособвинитель, судья в процессе, у нас есть. Вот три человека. Ну и объект. Ну, понятно, объект. Я имею в виду вот те люди, которые как-то связаны с государством. Я сейчас имел в виду. То есть адвокат у нас ходит под Минюстом, у него удостоверение, прокуратура сама, и судья тоже сам, да, по себе. То есть, а что получается? Ну, почему у нас гособвинитель, по большому счету, у нас прокуратура занимается надзором за правоохранительными органами и соблюдением законов Российской Федерации? А почему у нас гособвинитель, прокурор? Ну, то есть, такой вопрос очень часто возникает. Почему у нас обвинитель не выступает следователь, который сварганил большинство дел? А прокурор, в свою очередь, должен быть еще одним лицом, которое не обвиняет заключенного, а надзирает за ним. Вот и я говорю о том, что государство нас хорошо может обвинять, но защищать у него не получается. Поэтому функции адвоката у нас переданы фактически частным лицам, адвокатам, да, которые получают свой статус, это независимый статус адвоката. И поэтому какие-то общественные организации, они не могут быть напрямую связаны с государством, потому что они и есть общественные, это есть такой посыл общественники, да, у нас может быть общественный обвинитель, да, какой-то, например, вот если будет суд какой-то, к примеру, над военными преступниками, которые замешаны в этой войне, там еще, я считаю, что кто-то должен быть общественным обвинителем, от общества представлять, не от государства, а от общества. и опять-таки, вот есть такой тип работы, где, ну, не может государство в нее вмешиваться, то есть, понимаете, оно хочет, когда вмешаться, везде получается прокурор, поэтому нельзя. Какую-то такую тенденцию сейчас выдали, когда государство вмешивается во что-то, везде появляется прокурор. В общественную жизнь, в общественную жизнь, да. я это имел в виду, да. Очень сложный вопрос. Вот сейчас обсуждается во всех средствах массовой информации, говорится об этом, о том, что Пригожин набирает к себе в ЧВК Вагнер людей, которые сидят или получили срока. Вот отношение правозащитников к этой ситуации, если учесть, что это, оно может быть сложным. Ну, например, человек получил 20 лет, пришел в ЧВК Вагнер, а дальше взял и что-то сделал. Перешел на сторону Украины, сбежал или какой-то там учудил что-то еще. Вот как быть в такой коллизии? Да, по поводу того, что, скажем так, кто-то перешел из Вагнера на сторону врага, мы знаем недавнюю историю, когда ударом кувалды был убит один из тех людей, кто перешел на сторону украинцев, а потом как раз состоялся обмен по нему. Но я бы хотел сейчас не об этом даже сказать, я хотел бы сказать о том, что люди сделали свой выбор и надо его уважать. Например, я могу сказать, что когда Изюм покинули наши войска, там остались Вагнеровцы сидеть, и которых недавно забрали, и они очень стойко отбивали атаки украинских войск, и не хотели оттуда уходить и оставлять его, когда вот этот драфмарш наш был из Харьковской области, там бежали все наши военные очень быстро, а зэки наши бывшие, да, они остались и сидели, и воевали, пока там кто-то из большого начальства Пригожина не приехал, и их, они говорят, мы не уйдем, мы вот тут до конца будем стоять. То есть, фактически, их прям чуть ли не там замы какие-то Пригожина приехали, может быть, это легенда, может быть, это быль, но, насколько я знаю, это правда, парни стояли нормально, под Артемовском, который почему-то называют украинцы странным названием Бахмут, вот, Вагнер воюет хорошо, но при этом потери, да, у Вагнера большие, скажем так, набирают очень много людей, опять-таки, большие и тут сложно сказать, у них хорошая там поддержка, их там вытаскивают раненых, там действительно у них взаимовыручка хорошая, но осужденных набрано очень много, а много это сколько? Ну, не менее десяти тысяч человек, не менее десяти тысяч, насколько я знаю, вот только из Боровской колонии, которая всем известна, Бор, Нижегородской области, для бывших сотрудников колонии набрано, оттуда ушло за последнее время, по-моему, с мая, порядка семисот человек, учитывая, что всего в колонии сидит, по-моему, тысяча двести пятьдесят человек. Ну, это же стандартная цифра, до двух тысяч там сидят обычно сейчас. А ушло семьсот за это время, то есть практически вся колония ушла воевать. И мы должны понимать, что воюют они неплохо, а еще хотел бы обратиться к родственникам, которые ищут ребят, кто пошел воевать, и почему-то иногда пишут к нам на сайт обращения, что помогите их вернуть, ну, уважаемые, вернуть куда? вернуть домой, в тюрьму, я не понимаю, куда они хотят вернуть, уважаемые граждане, люди подписывали контракт, итогом которого должно быть помилование, ну, как-то вернуть, это я даже не могу вам подсказать, наверное, они как-то с вами свяжутся в итоге, им дают возможность связаться с родственниками. Еще возникали вопросы по тому, работает ли помилование, я отвечаю, да, работает, но мы знаем пока, что работает по тем вагнеровцам, которые там потеряли руку, ногу, серьезно, они не получили, да, да, им приносят прямо в больницу помилование, и все у них, как бы, нормально, все их восстанавливают во многих местах, они получают там определенные пенсии, как военнослужащие, вот это и есть, получили ли, насколько я понимаю, там полгода они должны побывать в Вагнере, значит, по другим каким-то людям у меня сведений нет, то, что в больницах получают помилование, я знаю, это абсолютно точно. Денис, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, спасибо, что рассказали. Друзья, ну, вообще, и ваше мнение нам чрезвычайно интересно, потому что это очень сложный вопрос, на самом деле, он животрепещущий, сложный, и многих ответов на него нет, на эти вопросы. Если у вас есть какая-то информация по этой теме, если вам есть что сказать, может быть, у вас есть какие-то данные, может быть, вас интересует судьба наших военнопленных на Украине, украинских солдат на нашей территории, пишите, мы передадим всю информацию ГУЛАГ.Инфо непосредственно Денису Солдатову, ну, и дальше будем разбираться в этом вопросе, потому что вопрос действительно очень сложный. Большое спасибо, это был «Момент истины», у нас в гостях Денис Солдатов, я, Стас Симонов. Денис Солдатов.